Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1232. События дня. Серахов, 35-14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо он надежда его. Блаженна душа боящегося Господа, кем он держится и кто опора его. Очи Господа на любящих его. Он могущественной защиты и крепкая опора, покрова от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачебство, жизнь и благословение. Объявление. Умерла сестра. Робот Анастасия Валерьевна, 42 года. Остались четверо детей. Говорит, дается обстановка, похороны, что тут все без подделки. Я в это время в деревне был, не был. Но тут все это съездил туда. Наши люди были. Батюшка отпевал. И потом стали думать, как детям хоть что-то создать. Они подрастают, фонд небольшой будет. Ну, я сказал, небольшой-небольшой, а сделать надо его. И вот и написала она Галина Александровна Загуляева. Это ее данные. И можно посчитать. Евгений Давыдкин пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Христос Воскресе. Когда приезжал к вам блогер Алексей Шахматов, то в интервью с вами он не задал вам вопрос о деньгах, об оплате молитвы по соглашению у бывшего священника Владимира Головина. Он просто спросил ваше отношение к молитве по соглашению. И правильно ли они делали и делали в городе Болгарии, организовав это дело. Ну, а о плате и деньгах в вопросе не прозвучало ни слова. В ваших некоторых роликах вы отвечаете на основании Библии и святых отцов, что за молитву платы никакой брать не надо. Это правильно, это понятно. Пожалуйста, снимите отдельный ролик на этот вопрос, где вы спокойно объясните это, ссылаясь на Святое Писание. На святых отцов Церкви Православной, на шития святых, на правила и каноны Церкви. Сделайте запись ролика с вашим полным ответом по этой теме. А то уже Алексей Шахматов в интернет выставляет ролики свои, оправдывая оплату за молитву по соглашению. Его уже не туда несет. Он уже не то говорит. Выставьте вы ответ на этот вопрос, пожалуйста, для всех, чтобы люди знали, как правильно относиться к этому. Меня простите. С уважением, Евгений. Спаси Христос. Вот я не знаю, какой он Евгений был, но познакомились и по интернету он выписал все мои книги. Конечно, заплатил, все. Радовался. Он где-то там занимается музыкой, поет. И постепенно, видно, от всего отошел. Вот такие уже рассуждения. Вячеслав Семенов пишет, Вячеслав разбогател, аллилуйя. И он получил книги в подарок. Они были оставлены у Сергея Козлова для библиотеки в Воронеже. Но не смогли отдать. Так что в Воронежской библиотеке нет книг моих. Виталий Калиников очень. Елена Фавловна. Очень понравился ролик с Вячеславом. И, как сказала Оля, радостно за такие вот семьи, верующие, таланты, какие у них. Спаси Христос вас. Он с отцом вместе там получает. И отец стихотворение на меня написал. Вячеслав Семенов. Благодарю, братья. Я сам удивился, как моя семья ближе. Все вдруг близкие. Вслед за мной приняли Игнатия Тихоновича. И что он говорит? Позавчера ездил к тёще. Так она за столом поставила вопрос. Ребером, ты, говорит, отвечаешь за мою дочь. Куда ты себя её ведёшь-то? Не в секту ли? Я ей около часа доказывал, что именно не в секту, а в настоящее православие. Практически по всем выпадам интернет нам-то против. И ты пришлось пройтись. Я сам удивился, насколько убедительно говорил в те минуты. Без Бога это никак. Итог. Она заявила, что надо обязательно ехать летом в Потеряевку и её взять с собой. Никто из близких не воспротивился в итоге. Елена Фавор. Да будет благословена ваша семья. Радостно за вас, Виталий. Тёщу убедить? Ну ты могёшь, брат. Даже не так могешь. Слава Христу! Дорогой Игнатий Тихонович, хочу вас поблагодарить в силу сердца за духовное наставничество. Это Вячеслав. И не только сыну моему, всей нашей семье и многим-многим бесконечным людям. За соработничество Духу Святому, на которое вы кладёте свою единственную такую светлую жизнь. Сергей Николаевич, отец его, присоединяюсь к тёплым словам приветствия до слёз. Спаси, Христос! Мир дома вашему, Игнатий! Воистину, Бог помощь дай! Какая птуча ненависта, любовь и правда источай! Каким бы ни был умудрённым наш летописный календарь, не в силах он сломать законы, что нам Отец Небесный дал. По ним мы были сотворёны для вечности, её одной непослушанием соблазнённы, и тем покинул нас покой. Изгнанники из чуда рая отныне пребываем мы, в земной юдоле и считаем на этом свете свои дни. Но Божьим чудом выход рядом, во слове, посланным Творцом, в Христе Спасителе распятым за наши жизни под грехом. Ему душой внимая, слову, не умаляя цели суть, способны мы родиться снова и вновь к овечности прильнуть. Полезно нам к себе построже по отношению к правде быть. Задача бренна, и что же? Спасение главное молить, которое в одном лишь Боге, иное всё лишь средство нам. Нутром почувствовать дорогу домой, как блудным сыновьям. Мы шаг к отцу, а он к нам десять, к нему идём, а он бежит. Навстречу нам, любимым детям, он сам по-царски дорожит. Свободой нашей любовью безмерно жаждет нас спасти, вплоть даже собственной кровью, лишь бы к спасению привести. Ему возможно всё, но сирым, тонущим, суетным перу могу лишь пожелать взять книгу, благую весь познать в миру. А далее пускай, что свято, то победит сегодня в нас, что слишком временно, невнятно, на сердце не идёт сейчас. Это он такое стихотворение написал. Виталий, так держать всей семье, Дмитрий. Изначально люди были с чистым сердцем и не перепаханной попами из МП, благодаря Господа, брат. Елена Фауэр. Маму твою хотели посмотреть, но она убежала. Виталий, перепаханной попами из МП. Да, ГБшники самых низких и бессовестных подбирали в епископы в большинстве своём. Ожидать чуда не приходится. Держимся за слово Бога Живого. Это наша воля, доля Вячеславовцы. Ого, Виталий, ты как прям с ролика так верно этот стих записал. Виталий, так по сердцу пришлось слова отца твоего. Поклон ему, Елена Фауэр. Папа у тебя, о-о-о-о. Вячеслав, лучше, чем у него написано. Полина. Тут одна пришла, меня зовут. Такая-то, 19 лет. Живу вместе с родителями, занимаемся в городе. Не думай, город меня душит. Деревня и жизнь. Это что-то прекрасное. В 14 лет уверовала в Господа. Теперь не могу жить без него. Восхищаюсь с вами, Игнать Тихонович, и всеми братьями и сёстрами, которые живут рядом с вами. Хотела бы поговорить с вами о том, как современный мир влияет на человека и о том, как люди, живущие без Бога, надеются на себя, при этом не возлагают все на Господа. И у них мало что получается. Храни вас Господь. То, что всё записывается, меня не пугает. Стали говорить, у него есть телефоны, не получилось. Записано, ну, так плохо с перерывами, и пока зависло. Я уже закачал, и всё, ну, не знаю. А вот вчера наказы последние. Беседу готовил. Какие наказы последние Христос давал? Я буду проводить здесь, а вы считайте. Ну, тоже всё озвучено. Это места писания. Ну, затормозите, можно просчитать будет. У меня время, и нету считать. Тем более, это повторно будет. Сергей Евтушенко. Это книга правил. Нашли её только в интернете, а так не продают. Ну, а здесь между собой переписываются наши. Китай земли забирает у Кыргызстана. Ну, и так жить-то негде Китаю. Много людей. А здесь пустые земли. Так они отдают им. Путин виноват. Путин не виноват. Виноват, и кто аборты делали. 120 миллионов за перестройку убили, а 120-то миллионов, если поселить в Сибири, заселили бы. Так что Путина не надо тут винить. У него он аборты делал. Скорее, я не княла. Елена пишет. После ролика ИТС с шахматом, я видела его кротость и любовь к Алексею. Это пронзило до глубины души. Ну, и тут дальше всё это, что они между собой переписывали. Сегодня за ночь я всё сюда взял. Можно прочитать, затормозить. Интересно переговариваются. Видно, люди считают Писание. Это люди, которые не проходом проходят. Они постоянно здесь. Имеют просить прощения. Вот тут Дулевича захватили, подходят себе. Но эти люди не знают Бога. В миссионерские отделы зашли, кривещут. Ну, то ли им платят за это или нет. Да благословит их Бог на доброе дело. Они не знают там. И этот был Энтео Сорионов. Энтео. Неопознанный объект. Я переводил его. Где-то драки устраивали. Вызвали. Там, видимо, если всё сгинуло, как будто не было. И эти тоже. Один хлопок, и никого нету. Господь всё это делает. У них ничего. Ничего у них нету совершенно. Друг перед другом. Играют, как маленькие ребятишки. Вот пишет мне Вячеслав в субботу в 10 часов по московскому, в 2 часа по Барнауле. Если вы не против, я выдаю на вас с вопросами. Я проанализировал наиболее популярные вопросы, какие задают люди священникам. Подготовил эти вопросы, чтобы задать вам. Беседа будет в виде интервью. После чего я по отдельности каждый вопрос монтирую в красивую оболочку и выставим в интернет. Вопросы будут и банальные, и серьёзные. Но людям надо услышать ответ во свете Библии. Как вы это всегда отвечаете? Пишу перечень вопросов, чтобы вы примерно знали и, возможно, подготовили ответы. Как христианин должен относиться к празднику 9 мая? Как узнать волю Божью о себе? Обречения и суждения? Где грань? Делать ли прививки? Грех ли заниматься спортом? Стоит ли верить снам? Отказ от помощи врачей? Церковь физически плохо? Что делать? Проблемы в жизни? Откуда они? Для первого раза будет, думаю, пока достаточно 9 вопросов. Оформление будет такое, показал Сергей. Христос воскрес, воистину воскресе, сегодня зарегистрировался на сайте отца Владимира Головина и написал ему в отзыве на молитву по соглашению об опасности симонии, когда деньги передаются не как пожертвования на храм, а за молитву и ожидание получения таким способом благодати Святого Духа. Видите, работа идёт. Я прошу всех, кто считает, кто с нами, позаботьтесь об отце Владимира, чтобы он сделал, убрали это всё из интернета и где что было, попросить прощения. Была ошибка, роковая ошибка, страшная ошибка. Я кричу об этом. Не надо говорить, куда деньги пошли, как пришли, а куда их тратил, это второй вопрос. А если бы они не пришли, пришли просто на пожертвование, к ногам апостолов вложили, не за молитву, всё состояние клали люди, но за молитву это симония в чистейшем виде, то есть самым грязным. Ну, а это всё. Показать наши тут ресурсы хотя бы один раз. Вот. Тут опять запись идёт. Это вот. И надо просто увидеть, как у нас тут делается. Тут новая. Владимир Руб. Вот. Знаете, Лапкин. Это мой мир. Очень люблю. А там в другом месте я с Голубем. Там это контрольное. Вот здесь можно переписку устроить и всё как надо. Да. Здесь уже зашло. Закачали. Это наш видеоправославный канал. Вот так. 36 тысяч подписчиков, 35 миллионов просмотров. Ну, маленько как-то, но всё время вперёд. И вот сегодня выставил я. Так. Необъяснимое чудо тут будет сейчас открыто. Ну, вот канал показали. А теперь показать форум. Вот как у нас форум выглядит. Форум. Не знаю, есть тут что или нет. Сейчас обновим, посмотрим. Ну, посещение и есть. Но не так много, чтобы... Вот сегодня сколько было за день? 246. Ну, 246 – это люди, которые пришли и берут 1600 разных вопросов. Это тем. А вот во сети Библии огромный сайт. Православный библейский сайт. И на этом сегодня у нас всё. Форум. Продолжение следует...